всем здравствуйте всем привет и сегодня у нас 12 ноября 2019 ближние подмосковье у нас еще зелененькая трава да так зашел издалека по погоде до аномальная осень может быть и зима будет такой но я к тому что не везде тепло во многих уже районах страны конечно уже давным-давно зима морозы а поскольку туристическое направление блин которым я иногда делаю такие вставочки вот решил сегодня сделать вот почему еще созвонились с моим давнишним другом замечательным человеком лично которую я знаю походник блогер походный блогер дмитрий куш да дима привет вот он ну да пусть это остается его интригой на его одну тему вот то есть для этой темы ему нужно будет печь вот зимний печь вернее печь для зимней рыбалки рыбалки может быть и рыбалки вот для зимней палатки вот по моему в том году я снимал подобное видео прямо с экрана с подправочкой без всяких мудрений без всяких все как есть это практически стрим только в записи с экрана прям с экрана ноутбука вот снимаю камерой саньо аж 700 поэтому буду где-то зумчик где-то что-то сам комментировать и так какие сегодня печи именно печи для палатки есть на авито поскольку ну да обладаю как бы об обладаю есть у меня кое-какой опыт использования печек мало того одно время я их плотно делал разного направления тестировал и поэтому могу себе это позволить так как со стороны комментатора да будет работать не будет и вообще по ценам по металлу по весу а что в данном случае важно вообще в любой печке хоть щепочница хоть и такая на дровах для палатки с трубой конечно же вес потому что все это приходится таскать с собой или на санках вот вес компактность вот ну компактность не всегда подразумевает это потому что сделать маленькую печку с ней можно наморочиться вот то есть надо нарезать будет постоянно подкладывать печка все-таки жрет чё там не говори вот так что есть здесь уже такие интересно отработанные схемы просто у таежников амчаны новосибирцы я смотрю то есть там схемы уже отработаны эти печи рабочие такие как там пешеходка но они тоже разные есть и другие вот поэтому считаю что тема будет интересной для тех кто собирается тур сезон практически закончен тут по-любому у нас здесь по-любому сейчас придет зима вот а это интересное подспорье вот посмотрел средняя цена ну где-то тысяч 557 тысяч вот средняя цена есть да что-то дешевле вот подороже тоже есть но встречается не так часто да люди понимают что сейчас не до жиру многих потому что за пересыл еще плюс а печки такие почты не пошлешь это транспортной компании высылать или там с друзьями кто-то едет до договариваться заедет подхватит вот или транспортной компании принципе доставит быстрее чем на почте вот разные схемы печек то есть там и круглые такие мне лично нравится я одно время один раз вернее пробовал американку печку американкой она там один раз встречается но дорогущая зараза 26 тысяч вот и так сейчас я хлебну кофейку нет у нас такой стрим так пардон я немного гнусьявлю насморк но я думаю на качестве контента это не отразится и так начинаем сразу камеру врубил зарядку что батарейка не села не знаю как что из этого получится первый раз и так объявление на авито по всей россии графа охота и рыбалка погнали то есть не интересно я буду пропускать и говорит чтоб я пропускал значит печки казаны и дальше вот есть походная печь маслова 1800 давайте сейчас более поподробнее так так вот такая вот такой сундук да многие которые сейчас делают вот смотрите интересное да это те тема печка дымок есть такая еще мы будем там проходить интересное да интересная печерка была бы еще раскладной цены бы ей не было вот ну что такую конечно с собой таскать не станешь вот хотя естественно полезный объем имеет свое дело туда пойдут трубы посуда еще что то то есть на саночках привез или еще лучше на машине цены ей нет петрозаводск карелия печь онега новая с чехлом нержавейка идеально для похода на рыбалку и в лес да знаем мы знаем так минусы таких объявлений то же самое пробежался то же самое как было год назад уважаемые датели объявлений пишите подробней вес объем высота ширина просто это данные порой необходимы с печкой с трубой без трубы длина трубы диаметр трубы с вертушкой там или как важен еще вес вот очень много есть где не встречаются почему еще тоже добавлю по делают сами из нержавейки или просто с проката 3 миллиметра два с половиной представляете какая печка получается пишут походная блять под такой печкой санки разваливаться нахрен если с собой таскать понятное дело не пишут вес ну то есть ну чё там печка 10-12 килограмм я понимаю на машине там да я имею ввиду туристическое направление человек пошел в лес поставил палатку с трубой то есть ясно но печка сама хороша неплохо дальше реактивные печки всем известные да разные они буквально разные это целое направление в Америке есть по этим реактивным печкам да у нас тоже не отстают вот конечно не годится она в палатку вот и я их буду пропускать так печки на газу это все я буду пропускать вот интересная модель то есть попадаются щепочницы пешеход вот за 6 тысяч вот эта печечка мне понравилась понравилась потому что она практичная вот такая печечка смотрите интересненько то есть дрова можно загружать из торца топка интернет блин подвисает или авито сам скорее всего авито вот видите передняя панель снимается это топка вот и загружать же можно и сверху вот видите поддов то есть убирать можно закрывать ну то есть типичная схема это вот сверху можно просто закладывать мне она понравилась да очень вес 6,5 кило это Архангельская область Севродвинск так значит там идет труба 4 по то есть 2 метра 4 колена по полметра плюс 2 колена размер вот видите правильно написано 250 на 600 600 это длина нормальная компактная печь Дим советую тебе вот эту вот печечку загрузка дров можно сверху и спереди да сверху можно поставить сковородку или кастрюлю да там полно разных то есть ее использовать можно вообще как угодно там поставить водонагреватели мангал это и что угодно вот я бы еще добавил дно со временем туда своего рода ну своего рода колосник ну да это вес ну такая вот она видите мне очень понравилось и уверен что она скоро уйдет уйдет с продажи потому что люди это тоже прекрасно понимают едем дальше так пешеходка один раз покажу потом буду пробегать многие показывают в общих чертах ну да потому что это девушка да кстати есть объявления такие ну это вообще люди ищут что-то определенное или просто написано печка какая что на самом деле газовая горелка печка все в основном эти девушки этим страдают вот да это целая психология печь походная пешеходная средняя отдельно но фотографии ее нету москва выхина дополнительные трубы искрогасители коврик под печь отдельно можно приобрести ну короче говоря люди избавляются видимо от туристического снаряжения вот печки самой не видать вот она там стоит с краешком ну не видно но тем не менее 5 900 телефоны ну не знаю просто наберете там сами найдете поехали дальше это у нас впереди очень много так интересная печка складная это щепочница ну видно неплохая ну тот кто делал не совсем турист ну ладно тем не менее интересненько 800 рублей всего вот печка полторы тысячи в принципе 15 пачек сигарет полтора блока сигарет вот вот такая печечка это у нас Свердловской области Екатеринбург печь делась и ставилась в уаз буханку примерно размер 50-30 ножки снимаются да да вот ну это ножки можно переделать вот такой торец может быть эта печка найдется покупателя коптильные мангалы есть так это у нас печка для готовки типа керосинки не типа а керосинка есть печь под казан под казан там целые эти палатка берег вот которая на время пользовалась да они и сейчас популярные и печка то есть комплект 36 тысяч так ну что печка дровяная давайте это посмотрим 6,5 тысяч по-моему тоже новая самоделка вроде бы да омск поняла так что в омске несколько мастерских работают ну видно да видно что самодельно так почитаем первых цена 6,5 печь дровяная сим термо малая в комплекте печная труба чехол для переноски детектор угарного газа а вот я смотрю в коробке что такое в коробке у них детектор угарного газа угу приобрести можно по адресу 21 амурской дом 6 рекламу прям даем рыболовный магазин кайман ну видите в москве таких печь не продают и это хреново мы в москве не дадут так начала говорит камера так печка стена толщины 4 миллиметра я не буду смотреть интересные печки под казан из дисков колес делают то есть все это сваривается вырезается дверка под топку темы понятны это мы пропускаем нас сегодня интересует так казан реактивная печь реактивная печка с дверцей и домоходом интересно тоже 6 тысяч видите цена примерно варьируется вот они 3 5-6 6 с половиной вот интересно печь с дверцей и домоходом это под казан так так это у нас щепочница на два котелка потому что еще что люди разбрасывают приходится иногда щепочек когда ищешь просто смотрю тоже наблюдая за рынком и что делают что идет что вот как люди делают что в продаже то есть следующее мы смотрели мы смотрели охота рыбалка следующее туризм и спорт туризм короче там следующее вот так посмотрим это солярогаз так печь на дровах плюс труба четыре с половиной тысячи просто просто я сейчас буду комментировать попутно какую бы печку взял я вот эти печи главное еще что хочу отметить да которые новые они уже на отработанном как бы набранном опыте сделаны а вот те которые отработаны уже печи в палатках вот те уже вас печи не убьют в плане уже угарка там отработана остальное там сами поймете вот то есть люди уже пользовались а продают ну просто им стало не нужно может быть кто-то решил новую купить полегче вот такая вот печка ну типичная да типичная печка посмотрим вес так это сверло скотеринбург печь на дровах зимний план для рыбалки и охотников новые печи напрямую со склада спеть приобрести так рассчитан для обогрева палаток на двух пяти человек так поддувало имеет завязную дверку для регулировки воздуха устойчивые складные ножки легко складываются характеристики сталь два миллиметра сварка габарит 190 370 310 понятно да 370 миллиметров длины ну это в принципе немного веса нет видите труба 60 миллиметров три штуки минус не написано сколько за вино трубы по полметра полтора метра то есть а полтора метра очень может быть даже что не хватит поэтому тоже смотрим вот на той печи круглой блестящей снержавейки оси 315 полированная там да там труба высокая и с возможностью чередовать колено здесь непонятно ну возможно вышлют отдельно печь на дровах зимнюю палатку ну к примеру да если вот они екатеринбургцы да вот она эта печь раз два три не пойму то ли колено отдельно покупать надо вот ну в принципе печь вот такая вот ну что сказать про вес это другая немножечко поменьше труба то же самое есть такие же би больше за 5000 ТРП доставка транспортными компаниями работаем веса нету вот сталь два миллиметра вот нержавейка нержавейка во первых в изготовлении дороговато выходит проще скажем сделать через год там или как она там начнет прогорать если начнет вот сделать еще одну потому что нержавейка она сама по себе тяжелая потом варить еще аргоном хотя варится и так ну так 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 обогреватель печь депония фуджикс обогреватель ну короче на газу так вот печка за 3000 пищи что-то мне интернет подтягивает так ну что самодельная печка рабочая довольно ну опять же говорю печки они все неплохие просто одна тяжелая большая и ну опять же и с собой такую не потащишь вот интересно я тут смотрел ну это блин конечно кто это делает с приколом что ли печка щепочница внимание щепочница разборная вот видно уже да короче сварен сварен чемодан типа дипломата и там разборная печка вот смотрите тут даже по крестовине видно миллиметра четыре наверное из нее ну нет чемодан то вроде потоньше да блин свердловская область первоуральск восемь с половиной кило высота четыреста пятьдесят толщина три миллиметра восемь с половиной кило щепочница так кто это Олег Олег уважаемый если бы ты знал что такое вес именно печки щепочница относятся к пешему туризму к легкоходству там идет борьба за каждый грамм люди на зубных щетках отламывают ручки на давки зубную пасту делят допустим на десять дней десять там вечером на двадцать давков оставляют зубную пасту играют на весе где угодно вот что такое щепочница вот что такое вес а ты восемь с половиной килограмма ё-моё там рюкзак столько не весил никогда так что тема сама интересная но опять же с чемоданом это вообще не катит для похода это так ладно поехали дальше скажешь японскую пропустил ну давайте глянем японскую обогреватель печи японии да керосина так обливатель вот на керосине новая Уфа улица Гагарина короче керосинка видимо ну да вот сетка бак внизу с керосином хочу вам такую штуку рассказать бензин керосин с собой таскают Андрей Николаевич мне рассказывал на Алтае было когда они шли к белухе в общем мы где-то там бродили и у них вместо естественно хлеб с собой носить сухари мука один хрен нес бутылку с бензином у них или с керосином в общем попало всего там вылилось несколько капель все пришлось выбрасывать то есть стало совершенно непригодным понимаете я о чем да то есть вот эту печку брать с собой тащить в походе ну пусть там да ты тащишь это то есть все это можно продумать но опять же жрет наверняка немало если на 2 3 5 дней сколько нужно керосину поэтому это не именно для похода для скажем для рыбалочки на льду где там дрова да своими дровами газ газ или керосин то есть на 1 2 дня с ночевкой вполне пойдет вот интересная печечка типичная есть такие печки схема такая у американцев европейцев 10 половин штук вот там весь комплект так а пища для туристической бани ну а чё она и так пойдет для бани для отопления помещений нержавейка 0,8 передняя стенка 1 миллиметр расписано вес вес масса 12 килограмм понятно но это можно с собой привезти там на машине не знаю кто потом печки опять же говорю мы идем со стороны пешего туризма печки стояночные да то есть у вас уже есть на своем месте куда уходите или тур стоянка или как где-то место заброски там всегда печки там есть или там избушки да зимовья это то же самое а эту печку то вам таскать с собой вот есть канал интересных да их много Игорь не помню сейчас как его фамилия он с Урала с северного Урала интересное видео у него у него печи вот эти печка разборная очень легкая отработано там все уже вот за много лет прям до конкретно все отработано вот вот какие печки делать надо так ну давайте вот печь москвичка как же его фамилия это блин Игорь Игорь прям крутится вот видите интересная моделька да это нержавейка да да вот ну что я бы вот такую приобрел она с экранами правильно сделано во первых поддув этот регулятор поддува правильно сделано так так 8000 москвичка Владимирской область ковров ну а интересно так металл нержавейка сталь 1,5 мм в комплекте навесные баки на 12 литров и поднимающийся и поднимающийся экран экран это теплота а вот то есть своего рода столик и ну туда тут можно комбинировать насчет трубы ничего не пишет но в принципе трубу можно сделать с такой же нержавейки с тонкой заказать на рынке или подобрать что-то отдельно вот как вариант до цена 8000 но зато это уже хватит надолго размеров тоже нет звонить узнавать вот я бы купил такую но не купил потому что ну дороговато для этого мой аванс хотя один раз потратиться и это везде ну да только тогда такую с собой носить не оставишь ее там где-то не закатках почему хотя можно и где-нибудь схроне оставлять честь не сделает буржуйка для зимней вот интересные 5000 кофеюк у меня тут уже остыл вот видите печка уже отработано то сделали ее самопальщина сделано уже по рабочим мотивам 5000 читинскую область челябинск печка буржуйка для зимней рыбалки на дровах новая не был отлично пройдет к рыбалки размеры 30 на 40 на 35 2 миллиметра сталь общая высота трубы метр восемьдесят это уже что-то вот трубы в подарок три штуки метр восемьдесят делим сколько там по 60 сантиметров труба то есть что получается трубы придется нести отдельно или знаете тему что трубы засовываются саму печку то есть данном случае трубы придется отнести отдельно 3 по 60 кое по три штуки поди 9 утрен по 90 его мои чё я говорю по 60 по 90 ну или делать новые провес тоже ничего нету доставка один-два дня до хрен там смотря куда самолетом эта печка обойдется ну сделано правильно кстати эти так дальше ракетные 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 вот эта печка повторяется свердловская то что мы смотрели походная немецкая походная немецкая ну давайте глянем что у немцев там новенького вот такая печурка в чемодане да гуану д да да а печка это скорее всего немецкая потому что это бундесверской армии скорее всего только я сразу не могу ехать а просто закрыта сколько стоит 12 тысяч обычно должны быть и в комплекте трубы вообще полный комплект новая разборная немецкая печка в комплекте трубы до чугунный колосник так пропускаем петь для казана печка но это там вообще так ход на печка шайтан ведро печка ракетная это мы пропускаем пропускаем ракетная вот пешеход к 2300 интересный вариант турбокабанчик печка рыбака вот она она не ну это вообще ну у них там вот такие печи есть пешеход к то есть они продают и энта это да вот печка интересная вот эта печка интересная прям кучу все собрали вертикальной печи чем они играют как бы есть свой плюс но минус самый минус это закладка дров то есть вы понимаете да то есть все печи они горизонтальные чтоб дрова дров побольше влезла меньше пилить их блин и так далее но интересная да 2 300 это смоленск улица николаева ленинский район нагнетатель воздуха так электрический нагревателем в общем тут надо надо звонить о пешеход к малой средней большая то есть любые отлично загнаться пешеход ну да новые легированные нержавеющие не магнитная сталь оси 304 значительно увеличивает ресурс проще теперь печку можно использовать по ходу и бани надо тянутый срок гарантии год служба 5-7 лет легкий не кабанчик чем надо все звонить вес полного комплекта четыре с половиной килограмма вес минимального комплекта печь плюс три трубы 3 килограмма вот объем но вот здесь вот интересно уже это уже да здесь интересно то есть это я бы здесь этим заинтересовался бы вот она это от работа на эта тема ты с комплектом да все это добротно с комплектом блин за три штуки с трубами ну да в принципе нормально но она ведь не такая большая то есть это же на любителя но с другой стороны вам вот печь 3000 нижний тагил тоже вареная так что у нас еще вот вареная это неплохо сделано и похоже а нет не вареная нифига блин это вообще чугунка разборная от этой печка хорошо быть вообще в землянку шалаш вот такой постоянный это печка хороша да вот у нее сверху конфорка снимается маленькие большие то есть и конусная тема трубы блин вот эта печка хорошая за пять штук и чем еще то что видите обыкновенные буржуйки они вертикальные хотя и себя тоже хорошо зарекомендовали но там на дрова постоянно это здесь все-таки побольше дров и поудобнее как бы вот а потом еще что землянки навешивают бак для нее систему отопления даже делать можно да лучше такой печка хорошая газовые печи печь походную тоже газовая пешеходка пешеходка московской области город колонна 6000 принципе по моему средняя там пешеходка так переходим на третью страницу так камеру мне что-то заглючила отключилась видимо перегрева ну сколько минут 40 на напилил так продолжаем вспомнил этот канал у игоря посмотрите и он там выкладывал чертежи и рассказывал как делать эти печки вот она разборная так дачный комплект дачный плюс барбекю мангал ну да это для так вот интерес но эта тема ведра печь так называемый конус а так это примерно есть у американцев вот кальдера т3 вот кальдера это и до кальдера вулкан то есть конус вот все это ведь здесь забодяжина пробуя такую делу у меня была мирка делали интересно то есть там тяга вообще чумовая ну это видите это больше для походного такого полторы тысячи вот но интересно печь для казана с трубой так 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 мангал печь получается паровоз ну да это уже там типа прикола мангал мангал продается печь соляра газ реактивная реактивная так баллоны газовые вот печка 3000 вот такая же вот печка котельная походная как коптильная так вот интересная модель когда интересная модель к это ростов-на-дону ростовская область печка коптильня походная нержавейка новая т.д.т.т.т.т.т.т.т. так один резер на 10 литров 2 на 14 ну это уже да это нам что нибудь попроще хотя тема интересная но цена 7000 хотя полный комплект вот печка буржуйка 5000 реактивные реактивные вот значит что я вам говорил-то насчет дымка кстати Не реклама Для меня это не важно Какой похер Советские печки Новая В упаковочке Посмотрите в коробочке Как со склада только Дымок Есть обзоры на нее На ютубе Да труба здесь коротковата Но вот я не знаю Для готовки В палатке будет она дымить Или нет потому что это печь Скорее для Открытого воздуха Мне так кажется Хотя может быть и так работает Все таки печка для палатки Должна быть Герметичной довольно таки Вот здесь Но факт тот что Это новенькая за 7 тысяч За 9 тысяч Вот полный комплект Ну для кого то 9 тысяч Копейки Вот видите Вынимается Это получается Своего рода Сковородка И блюдо И кастрюля Ну с другой стороны Почему бы и нет Вполне может Доставить трубу Вот она с трубой Такие же печи Помните я делал обзор Они иногда попадают Сейчас все реже и реже Люди начинают понимать Вот Практичности Деловой подход Тех печей Советского Союза Было направление Которым занималось Министерство обороны Своего рода Как выкидыши Были С Министерства обороны Закрытых предприятий Вот Я как то делал Там обзор Как она называется Печка то Салют что ли Что то как она там называется Не помню Михалыч ко мне приезжал Тут Вот Может встретиться Вот Это примерно То же самое Так что При наличии Печи Домоксер Больше не могу Не нужны Не нужен котелок Тренога Мангал Газовая плита И набор Поздравительного Соль КПД При наличии Затухания Ветра Легкость Удобств Влетление И высылаем почтой По России То есть Видимо есть Да Москва С Москвы Вот такая цена Москва Значит Все должно быть дорого Вообще да Тема очень интересная Я уже сразу думал Блин Было бы подешевле Взять бы Плюнуть нахер На все Взять бы подешевле И просто протестировать Ну Такую дату С собой В походе Таскать Так Ну это уже мелочевка Так что Имейте ввиду Есть Вот За 600 рублей Пожалуйста Печечка У кого нет Совсем денег Плюс Пересыл Выйдет Короче Где-то Тыщенки 1200 Где-то Транспортной Компании Посылкой Такую Не пошлешь Да Так Погнали дальше Давайте еще Страничку В другую Пробежимся Пару Страничек Там Камера Начинает Вставать Перегревается Что Так Вот она Она Дымок Только за 5 Насчет полноты Комплекта Да Комплекта Для Транспортной Комплекта Комплекта Транспортной Комплекта 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 Корпус Есть Есть Комплекта 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 Набор колен трубы, все складывается туда. Видите, длинная, отражатель. То есть все это отработано. Боковушки, все это съемное. Принцип, видите, работы. Выброс не напрямую, а вот так. Поддувка, здесь регулятор, ну, своего рода. Некоторые банку делают он. Я вот делал от горошка банку. Здесь отверстие насверлено. То есть регулируешь подачу воздуха. Вот, самое экономное. Есть видео. Вот, видите, все в комплекте. Обновление печи, экономка. Ну, в принципе, за 6 тысяч. Взять один раз. Тут даже вот видосики есть. Давайте видосик глянем и будем заканчивать. Печи разные. Там видно, что у них. 2017-2018 года. Вот экраны снимаются на барашковых винтах, на гайках. Ручки для переноски. Побольше, поменьше. Вот эта большая. Передок открывается. Панели, да? А стандартная нижняя часть. Ну, короче, разборное. Остальное оборудование навешивается на барашковые болты. Ну что, давайте еще, может быть, пару позиций посмотрим. Что-нибудь там. В основном все начинает повторяться. Так, мне еще там одна печечка понравилась. В принципе, тоже недорого. И она... Ну, посмотрите, разборных печей нет. Вот такого направления. А надо бы делать. Надо бы. А почему? Потому что это затратно, как бы в производстве, будет дороже. Вот, четыре тысячи. Обыкновенная, типичная печка. Хорошая. Я вот такой бы задумался бы, взял. Очень интересная печечка. Самое то, что нужно. Вот видно. Ничего лишнего. Екатеринбург. Новая. Оси 430. 200 на 270 на 400. 0,8 миллиметров. Нержавейка. Швы проварены аргоном. Выход 80 миллиметров. Вес 4 килограмма. Вот. Полный комплект 4 кило. То есть, такую можно и на саночке. Цена печи с трубой... С трубой... 5 петра. Так... Да, интересная печечка. Похожая есть рядом 4 300. Есть печи для палатки и бани. Вот, 6 300. Тоже больше всего Екатеринбург, смотрю, там ребята делают. Просто так пробежимся. Очень тут много. Выбор большой. Печь для палатки Берег Спутник. Вот похожая. 13 тысяч. 10, 9, 8, 5, 6 тысяч. Сами вы все видели. Вот Берег. Комплектовка. Конструкция печи Сапутник. Сапутник. Шестигранник. Делает коллег... Конструкцию долговечнее за счет дополнительных ребр жесткости. Дровяная печь выполнена. Ну, вот, на базе шестигранника тогда можно было бы разборную делать. Или, ну, может, она есть разборная? Да нет. Вообще, печка интересная, видите? Сейчас посмотрим данные. Ну, в общем... Так, оси 430, 0,8, веса нет. Так, ну что. Вот мы с вами пробежались. Печка рыбака, вот вертикальная. Сухи. Пробежались мы с вами сколько? Пять страниц. Тут гораздо больше. Вот Primus PT. А то не забыл, что это еще такое. Бензиновый. Их было настолько много. У меня он лежит новый. Тестировал его тоже. Вот. ПТ-1. Так что вот... Давайте и на вот этом бензиновом преимущею ПТ и заканчиваем сегодняшний обзор по печам, по походным печам в палатку. Вот. С Авито. Тема, думаю, раскрыта. Все ясно. То есть заходите, сами выбирайте. Всего самого наилучшего. До свидания. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok